Милоки Бакс, чемпион НБА. Янис очень долго шел к этому моменту и полностью заслужил MVP финальной серии в этом году. Грик Фрик набрал сумасшедшие 50 очков в заключительном матче против Феникса и вошел в элитный клуб игроков НБА, набиравших 50 и более очков в финалах. Сегодня мы с вами познакомимся с этими игроками и играми, в которых они совершали подобный статистический подвиг. С вами Оранжевый Мяч и мы начинаем. Первую такую игру выдал Боб Петит, бородатым в 1958 году. В финале встретились Сент-Луис Хоукс, ныне Атланта Хоукс и Бостон Селтикс. Боб выдал матч с 50 очками в шестой итоговой встрече и принес чемпионство своей команде. Следующим таким перформансом отметился легенда Лос-Анджелес Лейкерс Элджин Бейлор в пятом матче финальной серии против Бостон Селтикс в 1962 году. Он набрал 61 очко и 22 подбора. Помог своей команде выиграть этот матч, однако серию забрали Селтикс и чемпионство тоже. Идем далее. Рик Берри в третьей игре финальной серии против Филадельфии поразил всех своей игрой. Рик набрал 55 очков и принес победу Сан-Франциско Вориорс. Однако Филадельфия в итоге победила в серии и забрала чемпионство. Великий Джерри Уэст отметился подобным перформансом в 1968 году в матче против все тех же Бостон Селтикс. Он набрал 53 очка и принес победу Лос-Анджелес Лейкерс. Однако, как мы уже не раз говорили в этом ролике, команда соперников все равно взяла эту серию и чемпионство. И опять это были Селтикс. А Уэст, тем не менее, был признан MVP финальной серии, даже несмотря на проигранный финал. Переходим в более современную эпоху НБА. Финал 1993 года. Чикаго-Феникс. Его воздушество, великий Майкл Джордан, набирает 55 очков в четвертой игре и приносит победу Чикаго. В конечном итоге Буллс забирает чемпионство, а Майкл свой третий MVP финала. Спустя лишь 25 лет в современной НБА кто-то смог повторить подобные достижения. И естественно, таким человеком стал Леброн Джеймс. В 2018 году в первом матче против сумасшедших Golden State Warriors он набрал 51 очко, 8 ассистов и 8 подборов. Кливленд проиграл ту игру, серию и чемпионство. Но Леброн показал выдающуюся индивидуальную игру в каждом матче. Один в поле не воин, как говорится. Наконец мы подошли к сегодняшнему дню, к нашему грик-фрику Янису. Бакс подходили к шестой игре, ведя в серии 3-2. И на Янисе лежала огромная ответственность, с которой он героически справился. Он набрал 50 очков, 14 подборов и 5 блокшотов. Сумасшедшая статистика. Неужели у Лиги появился новый король? Но в этом мы сможем убедиться только спустя какое-то время. Спасибо большое, ребят, вам за просмотр. Ждем от вас больших пальцев вверх. Если вы еще не подписаны, подпишитесь на наш канал. Это очень важно для нас. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok